В Европейском Союзе и не только провал переговоров по греческим долгам вызвал шквал тревожных комментариев и в европейских столицах, и в Соединенных Штатах. Греки, отказавшиеся поддаваться, как они сами говорят, давлению, решили провести референдум. Неполитики греческий народ должен сам сказать, принимать ли условия кредиторов, которые отказались давать Афинам от срочки по выплате долгов. Премьер Алексис Ципрос заявляет, в Брюсселе понимают, цена начала развала еврозоны очень высока. Детали у Кристины Мамиканян. Который день глава греческого Минфина не может без приключений попасть на рабочее место. Журналисты мешают проходу. Вы дадите мне слить с мотоцикла? Конечно, как только вы ответите на наши вопросы. Эти вопросы волнуют все население Греции. Главное, как долго будут закрыты банки. Сейчас единственный способ получить наличные – снять их в банкомате. К нему еще нужно пробиться. В сутки больше 60 евро не дают. Таков лимит. На дверях магазинов, аптек, автозаправок красуется надпись «Карты не принимаем». Предприятие, берущих кредитки, по пальцам пересчитать. Я объехал три АЗС, а потом рванул сюда, чтобы наконец-то заправиться. Завтра я должен купить лекарство на 20 евро. Я не уверен, что смогу и что в банкоматах осталась наличность. Я работал 40 лет. Где мои деньги? Кто мне их вернет? А не пойти ли им всем к черту? На прошлой неделе резервы банков стремительно таяли. В отдельные дни греки снимали до миллиарда евро. Поэтому с сегодняшнего дня кредитные организации на каникулах. Общественный транспорт возят афинян бесплатно. Это временная мера, которая должна хоть как-то облегчить жизнь населению. Панические настроения и в других европейских столицах. Стараптивость греческого правительства возмутила весь старый свет. Этим утром я провел экстренное совещание по Греции. Она прервала переговоры с кредиторами в одностороннем порядке. Переговоры, которые длились недели, почти увенчались успехом. Это печально. Мы хотим донести до афин. Париж готов возобновить диалог в любую минуту. Франция желает видеть Грецию в еврозоне. Если греческое правительство впоследствии попросит о дальнейших переговорах, конечно, мы не откажем. Единая Европа существует постольку, поскольку умеет искать компромиссы. То есть умеет ставить солидарность выше личных интересов. Евро – это нечто большее, чем просто валюта. Это символ взаимного доверия в ЕС. Если мы утратим способность искать компромиссы, мы утратим Европу. Греция фактически стоит на грани дефолта. Денег в казне нет. Переговоры с кредиторами о новом пакете помощи в обмен на меры бюджетной экономии провалились. То, что немецкий канцлер назвала чрезвычайно щедрым предложением, не устраивает левоцентристскую партию Сириза. Премьер Алексис Ципрос грозит Брюсселю выходом из зоны евро. Долговой кризис Афин обвалил европейские биржи. Снижается курс евро. 5 июля в Греции пройдет референдум, на котором жители страны выскужат свое отношение к условиям международных кредиторов. Если оно окажется негативным, головной боли у лидеров ЕС явно прибавится. Кристина Мамиконян, Дмитрий Адрианов, ТВ-центр. И стоит процитировать главу Евросовета Дональда Туска. Не мое дело вмешиваться во внутреннюю политику Греции, но когда кто-то говорит, что у правительства будет более сильная переговорная позиция при отрицательном голосовании, это неправда. За сдержанной формулировкой стоит растерянность и даже боли. Ощущение паники, которой всерьез поддались функционеры Евросоюза. Тройка кредиторов, это МВФ, Европейский Центробанк и Еврокомиссия считают свою позицию конструктивной. Но афины довольно безапелляционно назвали их требования шантажом. В греческой столице в понедельник акция протеста, которая выражает позицию греков за пять дней до референдума. Наши жизни не принадлежат кредиторам. Какие переговоры собирается вести Евросоюз после референдума с почти предсказуемым результатом, похожие сами еврочиновники не знают. Несколько часов назад миром летела новость со ссылкой на источник в греческом правительстве. Агентство Reuters сообщило, Греция не будет выплачивать международному валютному фонду 1 миллиард 600 миллионов евро. До дефолта менее 24 часов. В студии 25 часа Михаил Хазин, президент фонда экономических исследований. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Скажите, а почему премьер Греции, страна которого стоит, ну, в принципе, уже совершенно очевидно на грани дефолта, настолько, я бы сказал, дерзко и категорично ведет себя с собственными кредиторами, да, с Европейским Центробанком, с МВФ, с Евросоюзом? Он же объявил, что все эти переговоры со стороны кредиторов, это просто откровенный шантаж и ультиматум. Ему что, некуда отступать? Ведь он же, действительно, вот еще один шаг, и Греция в пропасти. Откуда они завтра возьмут полтора миллиарда евро, чтобы выплатить долг? Я не понимаю, а почему это пропасть? Ну, объявят дефолт. Ципрос, на самом деле, ведет себя чрезвычайно правильно. Фактически, ему было предложено совершить тайную сделку с руководством Евросоюза, МВФ, как делали все предыдущие руководители. За спиной у народа. Ципрос не может себе позволить своим решением их послать, потому что им устроят оранжевую революцию. Но он сделал ход абсолютно беспроигрышный. Он сказал, вот у нас тут народ, референдум. Обратите внимание, на Украине не было референдума ни по вступлению в НАТО, ни по языку, ни по вступлению в Евросоюз. Ровно потому, что эти референдумы закончились бы однозначно поражением правящей клики. Простите, Михаил Леонидович, но получается так, что Ципрос, не сумев договориться с кредиторами, он перекладывает ответственность на плечи собственного народа. Вот народ решил, и пусть проблемы касаются теперь только него. Договориться невозможно. То есть это изначально было понятно, что этот сценарий не предусмотрен? Это было понятно и три года назад. Этих денег нет. Более того, а на самом деле, значительная часть этого долга не имеет вообще никакого отношения к Греции. Все говорят, в Греции высокий уровень социальной поддержки населения. То есть, во-первых, он уже не такой высокий, как был. Но самое главное, большая часть этого долга это проценты на процент. То есть это чистый, соответственно, выигрыш банкиров. Но если уж вы начали проводить параллели с Украиной, с Украиной приблизительно ведь та же история, что занимают деньги только под выплату процентов. Совершенно верно. Ни на какие, ни на вливание в экономику, ни в инвестиции, ни во что иное. Невозможно. Это была модель тотального закабаления. То есть страну включили в некоторую систему, дали ей столько денег, чтобы она никогда не могла выплатить, уничтожили в ней экономику внутреннюю. Кстати, обращаю ваше внимание, сегодня Соединенные Штаты Америки пытаются такую же штуку провернуть с Германией. Если Германия подпишет соглашение о зоне свободной торговли с США, скорее всего, подпишет, потому что Меркель уже легла под это, то в этом случае с Германией за 10-15 лет произойдет то же самое, что с Грецией, с Болгарией, с Прибалтикой. То есть полная, тотальная деиндустриализация, обнищение населения и, соответственно, все надежды на то, что добрый дядя из Вашингтона что-нибудь даст. Вот что сделал Ципрос? Он новая элита Греции. Вот старая, компрадорская, абсолютно прозападная, пробрюссельская. Сегодня, постепенно, в результате кризиса, эта вот брюссельская модель начинает разрушаться. Почему? Создавалась она следующим образом. Вы встраиваетесь в нашу систему, мы у вас разрушаем экономику внутреннюю, но за это мы даем стране немножко денег из бюджета Евросоюза, ценой, а конкретным чиновникам, которые идут на этот сговор, они там получают пироги и пышки. Взятки, высокие зарплаты, высокий статус в Евросоюзе, все как полагается. А сегодня уже понятно, что у Евросоюза денег нет. И вот у нас страна, да, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция, ну, далее все остальные. То есть Германия в этом же ряду только самая последняя. Соответственно, Ципрос, понимая, он уже новая элита, альтернативная, ну, если угодно, контр-элита, которая пришла, да, первой была Венгрия, и поэтому Орбан открыт и говорит, в будущей экономике Венгрии на востоке, а не на западе, следующее Греция. И Ципрос говорит, поскольку у нас все равно нет денег вам выплатить, мы объявим дефолт. И что последует за этим дефолтом не только для Греции, но и для Евросоюза? Ему объясняют, нельзя объявлять дефолт, потому что ты нарушаешь правила игры. Мы сами определим, что ты должен делать. Он говорит, нет, есть народ Греции, вот он и будет решать. Вот мы сейчас решим и не будем платить. Он говорит, тогда мы вас выгоним из зоны Евро. Должно быть наказание народу. Ты народ, тут не выкобенивался, да? И в этой ситуации будет радикально меняться правила игры в Евросоюзе. Они к этому не готовы. Соединенные Штаты Америки очень жестко давят. А простите, Михаил Леонидович, это лишь предположение, либо это единственный возможный сценарий, по вашему мнению? Вы так уверенно об этом говорите? Что-то правильные игры будут меняться? Да. Безусловно. То есть вы сейчас излагаете сценарий, который будет развиваться в ближайшие недели, месяцы и годы. Если Греция не будет наказана, то дефолты объявят все. Италия, Испания, Португалия, ну там эти страны Пикс пресловутые. Люди должны почувствовать. Вот вы проголосовали, и поэтому вам теперь на счетах вместо доллара драхма. Ну, собственно, именно по этой причине и объявлены в Греции банковские каникулы. Это на самом деле уже дефолт. Остановка работы банков это уже дефолт, как в США в 1933 году. А, и по этой причине, в общем, уже этот сценарий запущен. Вот есть еще одна тонкость, которая тоже делает в том, что в Евросоюзе уже готовится план по разделу Евросоюза. Надо сказать, страны первого сорта и страны второго сорта. А он разве еще не произошел? Нет, еще не произошел. Формально все страны Евросоюза равны. Нужно понимать, что сегодня уже в Европе нет политиков. Вот среди вот этого классического брюссельского разлива, да, последние политики были, соответственно, в Германии Шрёдер, а во Франции Шрёдер. То есть это пассионарные самостоятельные фигуры, которые могут менять обстановку, скажем так. Совсем пассионарные, конечно, но они, по крайней мере, могли что-то сделать. Сегодня таких нету вообще. За исключением новых лиц, которые альтернатива, контрэлита. Вот это Орбан в Венгрии, это Ципрос в Греции, это Марин Лепен во Франции. И вот они, соответственно, когда они придут к власти, они, конечно, разнесут этот Евросоюз намертво и будут выходить из-под патронажа Соединенных Штатов Америки. Потому что они-то понимают, что дружить надо с Россией. И в противном случае они становятся питательной средой для Соединенных Штатов Америки. При тотальной нищете европейского населения. Существует и такая версия. Ципрос настолько смел и, условно, независим, потому что в Москве договорился о том, что Греции будет выдан кредит на строительство трубы для участия в турецком потоке. И Греция уже готовится получать деньги за транзит российского газа в Европу. Ведь, согласитесь, это много. Тогда нужно понимать, что Соединенные Штаты Америки, если они подпишут договор о свободе торговли, они закроют восточную границу Евросоюза. Уже готовые, уже как бы на выходе крупные танкеры, которые будут перевозить сжиженный газ для Европы. Я могу вас уверить, США не допустят, чтобы на их рынок кто-то еще что-то поставлял. Если для этого нужно разорвать все отношения между Евросоюзом и Россией, разорвем. Если для этого нужно разорвать отношения между Евросоюзом и Китаем, разорвем. А, соответственно, в этом смысле я не исключаю, что Ципрос мог и с китайцами договориться. Но мы этого не знаем сегодня. Одно очевидно. Если Ципрос сегодня пойдет на давление Брюсселя, то выбор он все равно проиграет, потому что жизненный уровень населения упадет. И придут новые политики, может быть, еще более радикальные. И у него нет вообще никаких шансов на будущее. Потому что для новых политиков он будет продажная шавка. Шакал табаки. Политический изгой. Политический изгой, да. И в Брюсселе его не возьмут, ровно потому что он из себя что-то там изображал. А если он будет сопротивляться, и вот он объявил референтум, то уж в Греции-то он останется политик. Благодарю вас, Михаил Леонидович. В студии 25-го часа Михаил Хазин, президент Фонда экономических исследований.